привет друзья приветствую вас на моем канале и сегодня мы будем подготавливать рыбу вот такого вот леща и вот такие вот плотвички сейчас я покажу вот такая вот плотва у нас есть для горячего копчения то есть тут у нас 4 килограмма мы сделаем 2 килограмма холодного и два с половиной горячего копчения так сейчас отберем самую большую рыбу для горячего копчения и будем ее обязывать сейчас я выберу и включусь так ну и вот ребята мы выбрали нашу выбрали нашу рыбку то есть уже рыбка садилась сутки и вымачивалась полтора часа у нее вытащены и жабры и вычищен животе сейчас обе воду больше так внутренности тоже все вычищены и удалил черную пленку то что внутри это чтобы рыба не горчило сейчас такую рыбку я буду обвязывать чтобы она не упала на тен сейчас как раз и посмотрите как делаем кругом головы вот такой вот узелок следующий делаем еще вот так вот между вот видите плавник под плавник дальше вот так вот следующий так и еще разок на хвосте нужно сделать дальше переворачиваем видим да тут немножечко мы разрываем хвостик и обвязываем его дальше вот так вот коптить леща будем вместе с плотвой я выбрал только плотву более-менее крупную и попробуем закоптить так сейчас мы все переворачиваем нашу рыбку открываем ротики есть да и просовываем сюда в ротик шпагат чтобы у нас узел и шел как раз в рот рыба будет подвешиваться за хвост для просушки да и в принципе в коптильне рот будет открываться и с него будет выходить вся влага ну как то так в общем сейчас я перевязываю всю рыбу и включаюсь показываю что будем делать дальше так ребята ну вот и перевязали мы наших рыб видим да то есть все они перевязаны я сделал это для того чтобы они у меня не упали на тент и не начали подгорать то есть если одна рыбка упадет вся партия будет испорчена если у вас есть решетки обязывать совсем не обязательно просто положите на решетки и все будет супер ума но у меня их пока что нет и к сожалению не могу вам показать по причине отсутствия их вот так вот ну видим я сделал такие вот петелечки сейчас они у меня зацепятся за плашки и отправятся в сушилку сушить буду до состояния обветренной рыбки чтобы она была такая полу сухая полу вяленая и потом ее отправим в коптильню для горячего копчения коптить буду на ольхе протяжение я вам уже потом скажу сколько я коптил ну что отправляем коптиль на обсушку и встретимся уже когда рыбка на сша просушится до скорых так ну и вот наша рыбка уже в коптильня это плотничка это у нас подлещик видите он он сухой то есть но мягенький и мелкая плотва тоже закопчу горячим все сейчас включаем дым температуру выставляю на 75 80 градусов я думаю часик полтора и рыбка будет уже готова ну что получается я включу еще вам все покажу такие вот у нас рыбки все включили дымогенератор включили тэн выставили температуру на 75 градусов тэн у нас уже нагревается все будем ждать чтобы посмотреть что у нас получилось так все я включаю скоро так ребята прошел уже примерно час вот такой цвет у нас рыбки уже немножечко берется очень хорошо берет цвет подлещик плотва берет цвет хуже намного то есть сейчас я перевожу температуру температуру все она вся сухая мягенькая уже на уже практически этого сейчас я перевожу температуру до 50 градусов то есть пускай она как будто бы сушится вот так вот что-то что-то в том роде так и нужно нам еще догнать цвет цвет еще конечно все перевожу температуру 50 55 градусов так ну и вот ребята что у нас получилось вот такой у нас подлещик вышел он уже полностью готов то есть вот такая вот большая у нас плотвичка цвет я бы не сказал что очень силен но ничего что получилось то получилось и вот такая у нас маленькая плотва такая у нас подвичка вышла то есть коптил я ее горячим способом то есть температуру держал там 75 80 час потом перевел все на 50 градусов еще где-то часик подержал потом выключил тэн и она просто у меня доходило на холодном копчении где-то еще часика 3 потом выключил коптильню и она у меня провела целую ночь в коптильне давайте сейчас попробуем одну маленькую плотвичку что же у нас получилось очень вот такую сейчас мы разрежем попробуем коптилось и она или нет сейчас веревочки веревка снять давайте сейчас вот так вот разрежем да она мягкая она полностью прокоптилось давайте попробуем что получилось на вкус она разрывается ребят на вкус получилось хорошо чувствуется и соль в общем классненько все классно есть конечно косточки эти мелкие но это такая рыба что в принципе очень хорошо просто ее завялить так ребята рекомендую вам делать плотву горячего способа когда привезут мне больше леща я попробую сделать для себя то есть уже разрежу покажу леща так ну что всем пока до скорых встреч